Он господствует в Солнечной системе. Мегамир, масса которого в два с половиной раза больше, чем всех остальных планет вместе взятых. Этот вращающийся гигант порождает опасную радиацию, яростные ураганы и коварные магнитные поля. Космический аппарат ныряет в пучину, стремясь выведать тайны планеты. ЮНОНА – часть крупного проекта по исследованию Юпитера. Его цель – заглянуть на 4 миллиарда лет назад, когда планеты рождались, исчезали, улетали в пространство или падали в звезды. Это было время, когда судьба нашего маленького и хрупкого мира висела на волоске. Тайны Юпитера Греки называли его Зевсом, римляне – Юпитером. Верховное божество римлян скрывало свои проделки за пеленой облаков. И только его жена, богиня Юнона, смогла заглянуть сквозь облака и увидеть его истинную натуру. Юнона, автоматическая межпланетная станция НАСА для исследований Юпитера, отправилась с Земли, чтобы заглянуть в его загадочную атмосферу. И прояснить характер сил, бушующих под его клубящимся верхним слоем. Масса Юпитера в 300 тысяч раз больше земной. Это 70% всей массы Солнечной системы. Юнона – новейший из ряда проектов по изучению характеристик этой планеты. Как она стала такой большой? И как повлияло на образование каменистого голубого шарика нашей Земли? Аномалия Чтобы понять ранние годы Юпитера, астрономы наблюдают за формированием другой звездной системы. В созвездии живописец на расстоянии в 63,5 световых годы молодая звезда Бетта-живописца создает свой круг планет. Одна из них достаточно велика и удалена от звезды настолько, что ее можно сфотографировать. Это планета Бетта-живописца Би. Астрономы уже видели ее по обе стороны звезды. Бетта-живописца – краткое представление о том, как выглядела наша Солнечная система 4 миллиарда лет назад. Наблюдаемая планета формируется во внешней зоне, среди облаков пыли и газа, льда и множества мелких объектов, которые называются планетоземалями. Планета, стягивая на себя материю, обладает огромной гравитационной и магнитной энергией. Она, как и ее отдаленный родственник Юпитер, окружена невидимыми бушующими вихрями. Магнитное поле Юпитера в 20 тысяч раз сильнее земного. Если с Земли можно было бы увидеть магнитосферу Юпитера в ночном небе, она бы казалась крупнее полной Луны. Зона магнитного влияния его так широка, что распространяется за орбиту Сатурна. Словно Зевс швыряет молнии во внешнюю область Солнечной системы. Магнитное поле Юпитера создается двумя мощными динамо-машинами. Одна в глубине планеты, другая ближе к поверхности и опоясывает экватор. Когда спутник Юпитера-Ио проходит через магнитное поле, он испускает потоки радиоизлучения, достаточно сильные, чтобы их фиксировать на Земле. Извержения вулканов на Ио выбрасывают в это поле потоки заряженных частиц. Они, в свою очередь, становятся причиной мощных полярных сияний в мире гиганта. Пелена заряженных частиц, окутывающая планету, образует пояс радиации, в тысячу раз превышающую смертельную дозу для человека. Впервые этот пояс обнаружил космический аппарат «Пионер-10», пролетая в 130 тысячах километрах от верхнего слоя облаков Юпитера. Через год «Пионер-11» сделал первые снимки большого красного пятна — зону постоянного гигантского атмосферного шторма. Сведения от «Пионеров» оказались полезны для конструкции «Вояджеров», стартовавших в 1977 году. Инженеры защитили их аппаратуру от радиации. «Вояджеры» смогли передать 19 тысяч изображений, в том числе призрачных колец Юпитера. Причудливы ледяной поверхности его крупнейших спутников Европы и Ганимеда и мощных действующих вулканов на внутреннем спутнике Ио. Аппарат «Галилей» в 1995 году подошел еще ближе. Он передал ценнейшие сведения об атмосфере Юпитера. Обладая структурой, почти идентичной Солнцу, Юпитер дает возможность увидеть, что происходило с нашей Солнечной системой при ее рождении 5 миллиардов лет назад. За границей льдов Звезды и планеты рождаются, когда сжимаются облака газа и пыли. Часто этому способствует взрыв ближайшей звезды. Ударная волна от умирающей звезды заставляет облако сжиматься и вращаться. Материя истекается в центр, и температура повышается настолько, чтобы образовывалась тусклая протозвезда. В пределах диска миллиарды мельчайших пылинок сталкиваются, сливаются и образуют частицы размером с песчинку — хондры. Хондры притягиваются благодаря гравитации и статическому электричеству и образуют камни. Камни становятся булыжниками и, в конце концов, планеты-земалями. Эти объекты размером с километр могут сталкиваться, объединяться или разлетаться. Тем временем материя истекается в центральную звезду. Звезда разгорается, поднимается радиационный ветер, разгоняя остатки пыли и газа. На некотором расстоянии, которое называется границей льдов, температура в туманности падает настолько, что структуры воды — метана, аммиака и углерода — начинают формировать твердые кристаллы. Здесь объекты, состоящие из камня и льда, быстро образуют протопланеты. В этом процессе самые крупные растут быстрее. Робот-исследователь Вся электроника Юноны упакована в титановый сейф, чтобы противостоять жесткой радиации Юпитера. Ее компоненты изготовлены из радиационно-стойких материалов. Все детали Юноны, какие только возможно, обернуты свинцовой фольгой. Юноны стартовало 5 августа 2011 года. Ее задача — выйти на полярную орбиту вокруг Юпитера. Это второй проект в рамках программы НАСА «Новые рубежи». Ряд автоматических межпланетных станций должен расширить наши знания о структуре планет и добыть новые сведения о происхождении Солнечной системы. Первая межпланетная станция «Новые горизонты» летела 9,5 лет к границам Солнечной системы. Она передала изображение поверхности Плутона и его спутника Харона, собрала сведения об их геологическом строении и дала кое-что понять об их сложном и бурном прошлом. Третья станция «Осирис-Рекс» направлена в 2016 году к астероиду 101-955 Бену. Его задача опуститься на астероид, взять образцы грунта и вернуть их на Землю. Образцы позволят ответить на важнейшие вопросы не только о рождении Солнечной системы, но и о происхождении органических молекул, которые способствовали развитию жизни на Земле. Аппараты внесут большой вклад в науку, но им предстоит преодолеть невероятные технические сложности. Юнона должна пролетать очень близко от Юпитера и при этом не сгореть в его мощных радиационных поясах. Для этого аппарат выведен на очень вытянутую эллиптическую орбиту над полюсами планеты. Минимальное расстояние от верхнего слоя облаков 4100 километров. Юнона совершает оборот вокруг Юпитера за 53 дня и лишь два часа из них находятся в зоне максимальной опасности. Аппарат вращается со скоростью 3 оборота в минуту. Приборы успевают сделать до 400 срезов информации от полюса до полюса. Юнона помимо фотографирования поверхности делает еще и компьютерную томографию Юпитера. В атмосфере Юпитера ученые видят структуры напоминающие земные. Циклоны. Антициклоны. Струйные течения. Восходящие ураганные потоки ветра. Но климат на Юпитере принципиально иной. Во-первых, планета гораздо больше. Она быстрее вращается и располагается гораздо дальше от Солнца. Причудливые структуры, проносящиеся над поверхностью, это окна, позволяющие заглянуть намного глубже. Юнона показала, что поверхностные истоки Юпитера уходят на глубину до трех тысяч километров. Ниже магнитные поля замедляют их. Вращение планеты становится единообразным. Ученые предполагают, что внутренняя часть Юпитера состоит из области металлического водорода, под которой твердое ядро из камня и льда. Открытие экзопланет На протяжении большей части 20 века ученые считали, что планеты-гиганты типа Юпитера должны находиться на удаленных от своих звезд орбитах. В то время, как такие планеты растут, собирая богатый урожай ледяных планетоземалей, планеты внутри границы льдов остаются маленькими, поскольку в годы формирования им не хватало твердой пищи. Недавние открытия, связанные с экзопланетами, кардинально изменили прежние представления. Орбитальный телескоп Кеплер совместно с земными системами охотников за планетами обнаружил более двух тысяч звезд с планетарными мирами. И у них очень мало сходного с Солнечной системой. Внутренние орбиты многих звездных систем занимают так называемые горячие Юпитеры, большие газовые гиганты размером с Юпитер и больше, которые вращаются вокруг родительских звезд на небольшом удалении. Некоторые лишены газовой оболочки из-за яростного звездного ветра. Это класс каменистых суперземель. Массой они примерно вдвое превосходят Землю и располагаются на самых близких к своим светилам орбитах. оказывается, наиболее распространенные планеты на этих внутренних орбитах отнюдь не каменные. Это класс газовых карликов. Они меньше Нептуна, а по массе в 10 раз превосходят Землю. Более мелкие планеты размером с Землю большая редкость. Почему наша Солнечная система эволюционировала в противоположном направлении? Ответ кроется в бурном прошлом Юпитера. Великий разделитель Траектория орбиты Юноны, пролетающей вблизи Юпитера, слегка изменяется под влиянием плотности массы под поверхностью планеты. Юпитер не является твердым телом, и отдельные его области могут свободно перемещаться. Юпитер вращается быстрее других планет Солнечной системы. Сутки его длятся всего 9 часов 55 минут. Поэтому его экваториальная зона выпуклая, а полярные сплющенные. Отслеживая мельчайшие вариации орбиты Юноны, специалисты могут определить концентрацию массы под поверхностью планеты. Из чего состоит Юпитер? Как варьируется его плотность? Как быстро он сейчас вращается? И насколько плотное у него ядро? Все это показывает, как и когда он сформировался. Солнечная система до сих пор полна следов своего рождения. Отдельных камней, которые, появившись около 5 миллиардов лет назад, практически не изменились. Большинство настолько малы, что, сталкиваясь с Землей, просто сгорают в ее атмосфере. Немногие, более крупные, сохраняются после падения. Ученые датируют эти осколки, анализируя разновидности молекул, так называемые изотопы, двух конкретных металлов вольфрама и молибдена. Метеориты появляются из двух разных скоплений, находящихся во внутренней и внешней частях Солнечной системы. Что-то должно было создать барьер между этими областями, не позволяющие им смешиваться. Если этим великим разделителем был молодой Юпитер, он должен был расти очень быстро. И за первый миллион лет после образования Солнца должен был стать в 20 раз массивнее Земли. Его соседи, газовые гиганты Сатурн, Уран и Нептун формировались вслед за ними. Разделив Солнечную систему таким образом, Юпитер должен был перекрыть приток материи в ее внутреннюю часть, препятствуя формированию больших каменистых планет или суперземель. И затем произошло одно из самых значимых событий в истории нашей Солнечной системы. И толчком ему послужило сенсационное укропнение Юпитера. Великое лавирование. Открытие больших газовых планет во внутренней части других звездных систем вызвало целый ряд новых вопросов. лавирование. Если эти гигантские планеты, сформированные за границей льдов, затем мигрировали внутрь, мог ли Юпитер пройти аналогичный путь? Чтобы проверить эту гипотезу, ученые на суперкомпьютере решили воспроизвести начало эволюции нашей Солнечной системы. Они ввели ряд первоначальных условий в программу, которая должна была смоделировать взаимодействие газа, пыли, гравитации и энергии. Модель переносит нас на 5 миллиардов лет назад в холодный и пыльный уголок галактики. Ударная волна от взрыва сверхновой взбаламучивает облако и заставляет его стягиваться в плотную центральную область. Там возникает гигантская спираль. ураган из пыли, газа и воды. В его центре материя в виде тонкого диска стекается в ближайшую звезду. яркие вспышки на диске столкновения крупных объектов. концентрические круги это их орбиты. Большая орбита на периферии Юпитер первая из формирующихся полномасштабных планет. Она находится далеко от Солнца и стягивает к себе огромные объемы льда и водорода в газообразном состоянии. В течение миллиона лет после зарождения Юпитер подвергается воздействию гравитации Солнца и массы внутренней части Солнечной системы. Модель показывает спиральные движения Юпитера внутрь. Оно получило название «Великое лавирование». Орбита гигантской планеты сужается, что вызывает хаос во внутренней части Солнечной системы. Юпитер выталкивает самые крупные объекты на орбиты во внешней части Солнечной системы либо загоняет их к Солнцу. А затем ощущает на себе притяжение другой гигантской планеты Сатурна и возвращается во внешнюю часть Солнечной системы. И постепенно занимает свое нынешнее положение. Что позволяет двум-трем десяткам маленьких планетарных эмбрионов остаться во внутренней части Солнечной системы. Здесь компьютер быстро перемещает события на 50 миллионов лет вперед. Эмбрионы испытывают взаимное тяготение, их орбиты становятся нестабильными. Когда вся эта суматоха, длившаяся примерно сотню миллионов лет, улеглась, количество планет сократилось до пяти. Среди земля земля небольшая размером с Марс планета Тея. Когда пути Земли и Тея пересеклись, все изменилось. Компьютерная модель показывает, что произошло в первые сутки. Тея откалывает от Земли примерно треть. Ударная волна окутывает Землю обломками раскаленного вещества. Вокруг планеты образуется кольцо расплавленного вещества. Земля испытывает еще ряд вторичных столкновений. В течение ста лет орбитальное кольцо остывает и сливается в единое тело. Это Луна. Насильственное образование Луны ускоряет вращение Земли и слегка наклоняет ось вращения. Сутки длятся всего пять часов. Со временем Луна стабилизирует наклон планеты, придает устойчивое положение. Потом отдаляется на то расстояние, которое занимает сейчас. Земля замедляет вращение. Если теория великого лавирования объясняет эволюцию внутренней части Солнечной системы, то она может объяснить и ряд деталей, которые долго озадачивали ученых. Например, почему Марс такой маленький? есть гипотезы, что Юпитер притянул к себе большую часть пыли, находившейся внутри границы льдов, оставив Марс на голодном пайке. Чем объяснить разницу между разнообразными классами астероидов. Астероид Бену диаметром около 50 метров похожа сохранился с тех пор, как Юпитер начал свое движение к Солнцу. Этот темный объект состоит из глинистых, богатых углеродом материалов, возникающих при взрыве умирающих звезд. Бену сам по себе продукт столкновения. За свои 4 миллиарда лет существования он менял форму, растягивался, разваливался на части. Чтобы объяснить его происхождение, ученые запустили аппарат Осирис-Рекс. Его задача доставить образцы грунта в земную лабораторию. Планируется запустить еще один аппарат Люси к группе астероидов, окружающих Юпитер. Эти так называемые троянские астероиды называют по именам персонажей Троянской войны, описанные в Илиаде Гумера. Есть версия, что Юпитер собирал их в первый миллион лет своего существования. Есть еще главный пояс астероидов. Огромное множество камней на орбитах между Марсом и Юпитером. Ученые полагают, что Юпитер, двигаясь к Солнцу во время Великого лавирования, рассеял первоначальное кольцо камней и пыли. А когда возвращался, собрал новую коллекцию камней. Изучение структуры этих астероидов, а также карликовой планеты Цереры, может уточнить историю их происхождения. Планета-гигант имеет и свои артефакты раннего периода Солнечной системы. Большинство из 79 его спутников астероиды или кометы, захваченные в тот момент, когда оказывались слишком близко. От них отличаются четыре крупнейших спутника. Если бы Ио, Европа или Ганимет вращались вокруг Солнца, мы называли бы их карликовыми планетами. Ученые полагают, что эти спутники формировались постепенно из диска камней и льда, который окружал Юпитер в поздний период его формирования. Все они находятся в состоянии приливного захвата. как наша Луна не всегда обращены одной стороной к Юпитеру. Ближайший к Юпитеру спутник Ио действующий вулкан. Он показывает, что значит жить слишком близко к недружелюбному Богу. Его крутит и растягивает гравитационное взаимодействие с Юпитером. Его деформирует приливный резонанс с тремя другими крупными спутниками. Ио постоянно выворачивает наизнанку. На Ио сотни вулканов. Некоторые выбрасывают лаву на высоту до 400 километров. Это самый геологически активный объект в Солнечной системе. Далее Европа. Ее яркая молодая блестящая поверхность покрыта льдом. Диаметр Ганимеда 5268 километров. Это крупнейший спутник в Солнечной системе. Он даже больше в Меркурии. И наконец Калисто в двух миллионах километров от Юпитера. Космические аппараты показали, что у трех ледяных спутников Европы, Калисто и Ганимеда под поверхностью находятся различные объемы воды. В молодые годы Юпитер притягивал к себе лед, пыль и газ с окружавшего его диска. Теория великого лавирования предполагает, что по мере приближения Юпитера к Солнцу его диск сокращался. Два крупнейших ледяных спутника должны были сформироваться раньше. Европа сформировалась позже и смогла притянуть к себе меньше воды. Ее не досталось почти ничего. Крупнейшие спутники Юпитера не единственное хранилище ледяных запасов планеты. Беспокойный мир двигаясь к Солнцу Юпитер тащил за собой огромную массу воды в ледяном состоянии. Не исключено, что когда-то она превратилась в океаны, покрывшие нашу планету. Вновь устроившись на отдаленной орбите, Юпитер вместе с Сатурном продолжал забрасывать ледяное вещество во внутреннюю часть Солнечной системы. Лавина камней и льда обрушивалась на Марс, Землю, Венеру, Меркурий и на Луну. Лунный ландшафт сохранил следы этого периода. Обстрел длился 300 миллионов лет и получил название поздняя тяжелая бомбардировка. Анализируя состояние Луны, ученые предположили, что наша планета пережила попадание как минимум четырех объектов с поперечником до 5000 километров. Каждый должен был превратить всю поверхность Земли в кипящую лаву. Столкновения могли положить начало процессу важнейшему для зарождения жизни, так называемой эрозии ударного воздействия. При столкновении раскаленные радиоактивные металлы, такие как уран и калий, могли покинуть планету. В результате верхняя часть земной коры быстро остыла и вода сохранилась. Ученые полагают, что в ранний период своего существования Земля была водной планетой. Неистовое искусство. Скорость Юноны 200 тысяч километров в час. От полюса до полюса Юпитера она пролетает за два часа. За это время аппарат собирает множество сведений о мире, в котором постоянно кипит гигантская деятельность. Ветры, дующие со скоростью до 650 километров в час, создают яркие и живописные картины из бесконечно клубящихся холодных облаков метана, сероводорода, воды и других компонентов. Порой белые облака аммиачного снега проплывают над широкой южной красной полосой, и для наблюдателя земли она словно исчезает. В облаках холодно, минус 125 по Цельсию. А в глубине атмосферы огромные массы кристаллического углерода проливаются обильными алмазными дождями. белые пятна это гребни гигантских волн, вздымающихся и опадающих у поверхности. Высокая температура на глубине сотен километров выбрасывает в верхние слои атмосферы штормовые вихри. Между ними сверкают гигантские молнии, каких никогда не увидеть на земле. Полярные области впервые сфотографированные юноны опровергают все ожидания. Здесь исчезают полосы и зоны средних широт, и характер атмосферы определяют ураганы. Четвертый раз, пролетая над планетой, юнона с помощью инфракрасных видеоприборов создала объемное изображение этих структур. На Северном полюсе господствует гигантский циклон. Его окружают еще восемь поменьше, каждый диаметром в четыре тысячи километров. Яркие желтые цвета это глубокие горячие области. Более темные красные пятна, холодные вершины облаков. Скорее всего, они возникают в результате взаимодействия спокойных горизонтальных течений низких широт и турбулентности на полюсе. Вращение планеты направляет их к полюсам. Эта последовательность передает ощущение их вращающегося движения. Южный циклон находится в окружении пяти циклонов. По земным меркам даже самый мелкий из них огромен до 7 тысяч километров в диаметре. Это примерно как Марс. Почему эти структуры существуют и не смешиваются пока не известно. Большое красное пятно. Если назвать одну особенность Юпитера, которая постоянно привлекает наше внимание, конечно, большое красное пятно. Юнона пролетела прямо над ним на высоте 9 тысяч километров достаточно близко, чтобы различить мелкие детали. Земляне периодически наблюдают за этой огромной областью повышенного давления как минимум 350 лет. Астрономы измеряют ее с 1830 в поперечнике в поперечнике она составляет примерно 16 с половиной тысяч километров. Это в 10 раз больше любого земного тайфуна. Судя по данным, полученным приборами Юноны, оно нагревает верхние слои атмосферы планеты. Мощный циклон вращается против часовой стрелки с периодом оборота около шести земных суток. Скорость ветра усиливается и размер пятна сокращается. Иногда его яркость на несколько лет снижается, а затем усиливается. Почему неизвестно. Стражник Яркий свет Юпитера привлек внимание Галилео Галилея в январе 1610 года. Его небольшой телескоп оказался достаточно мощным, чтобы увидеть четыре крупных луны, окружающих небесное тело. Он подумал, если другой мир может иметь спутники, не исключено, что и Земля является спутником Солнца. Если бы мы могли вернуться в прошлое и показать Галилею Юпитер крупным планом заснятой Юноны. Как удивился бы он, узнав, что такие гигантские планеты часто встречаются в звездных системах по всей Галактике? Что миллиарды лет назад он совершил набег на нашу юную Солнечную систему, разрушая миры и подготавливая сцену для появления новых? Как бы он встретил новость о том, что Юпитер оставил после себя спокойную область, где сформируется мир с океанами на поверхности и со временем в нем зародится жизнь. На русский язык фильм дублирован компанией Видеофильм ТВ. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok